Физкиайте-ди-сопра-тутти-гранде-пикле-аманти-ди-гроссий-калебри. Оggi, in questo video, parleremo con voi dei cacciatorpediniere italiani. Consideriamo lo stile di gioco su di essi e ci aspetto solo un grande battaglia. Metti comodo, ti piacera. Ой, блин, язык забыл переключить. Здравствуйте, друзья, с вами сегодня Turiambic. И в этом видео мы посмотрим на итальянские эсминцы, на их геймплей. Как они играются, как скоро вам предстоит их качать. И я вам сразу скажу, вот чтобы прям сильно не спойлерить, но обязательно просмотрите это видео до конца, потому что вы получите массу удовольствия от просмотра. Просто гарантирую. Ну что, заинтриговал? Погнали. Каковы ключевые особенности итальянских эсминцев? Ну, во-первых, все вы уже наверняка знаете, что они будут обладать крайне небольшой дальностью стрельбы главного калибра. Причем, пожалуй, даже очень небольшой, потому что если сравнивать с другими эсминцами, даже с японскими, которые традиционно не могут похвастаться этим параметром, итальянцы прилично уступают. Но, тем не менее, в этом есть и своя интересная особенность. Дело в том, что маленькая дальность стрельбы при этом предполагает маленькую дальность обнаружения после Оной. Сейчас на точке мы встретим американский эсминец Клемсон. Если бы он был здесь один, все происходило бы по весьма интересному сценарию. После того, как Клемсон потерял бы нас из виду, уйдя в дымы, мы бы больше ни для кого не светились, будь даже они в 7 километрах от нас, потому что дальность стрельбы у нас небольшая. И, потеряв нас из виду, собственно, никто бы нас не мог бы обнаружить, если бы Клемсон не подсвечивал. Но здесь у нас есть еще один эсминец, поэтому уходим в дымы и готовимся перестреливаться с Клемсоном, но он, тем не менее, уходит из вида. Ну, казалось бы, ничего нам не угрожает. Нужно отойти от точки перестрелки, потому что там два эсминца. Можно немножко пострелять по противнику, но дальности не хватает. И здесь опасный момент. Торпеды движутся, друзья, к нашему кораблю. Под самым носиком проходит вражеская торпеда. А я вам обещал, что будет потненько. Дальше, как говорится, больше. В общем, эту особенность вооружения мы с вами еще не раз увидим в этом обзоре. Ну, а теперь поговорим про остальные характеристики. В целом, итальянцы светятся достаточно далеко, приблизительно как универсальные эсминцы. Это не чистые артиллеристы. Да, засвет у них достаточно большой. Но при этом из-за вот этой вот интересной фишки с дальностью стрельбы, это позволяет им чувствовать себя более-менее комфортно. Ну и, конечно же, дымогенератор полного хода. Для тех, кто играл в игры такие, допустим, как в World of Warcraft, там есть одна такая кнопочка у разбойников, называется Ванниш. То есть уход в тень, уход из вида в незаметность, в невидимость. Вот итальянские эсминцы обладают этой возможностью в полном объеме. То есть как это работает? Вот мы сейчас с вами подошли на точку. Что-то нам угрожало. Да, там большое количество противников. Мы просто прожимаем вот эту вот незаметность, разворачиваемся, делаем там все, что нужно, все наши необходимые дела, и пропадаем из вида. Более того, у нашего с вами итальянца есть в наличии боевой форсаж. Это такая штука, которая значительно увеличивает скорость нашего с вами итальянского эсминца. Своеобразный спринт, опять же, если говорить про игру World of Warcraft. И вот опять, видите, как только мы засвечиваемся, что-то нам угрожает моментально. Мы сдаем дымы, и тут происходит следующее. Противник наш, который светился, начал стрелять, открыл огонь, и при этом его видит какой-то другой наш корабль. Ну, а нас-то не видно. Мы находимся в дымах, и можем совершенно спокойно стрелять по нему. Он находится в дальности засвета, никто нам этого запретить не может. Вообще, очень любопытная, интересная, своеобразная механика такая вот, но выглядит это чрезвычайно интересно. Таким образом, особенно при наличии у вас на борту обнаружения, вы можете обнаруживать вражеские корабли. Да, они вас немножко пересвечивают, но вы можете идти вперед на точку. Как только происходит засвет ваш, вы можете, допустим, поражать форсажек и попросту двигаться в сторону предполагаемого эсминца противника. Если по вам начинают стрелять, вы сдаете дымы, и в такой невидимости вы летаете на кучу противников, и они вас уничтожают. Нет, подождите, это мы вырежем потом. Что касается торпед, мы с вами уже успешно сбросили несколько торпед, но не разу пока что ими не попали. Спойлер, не попадем и в этот раз, потому что... Потому что торпеды медленные, черт возьми, они очень медленные, и попасть ими, честно говоря, достаточно сложная задача. Этот бой проходит против лоу-левелых, по-моему, там четверки и тройки, но это, в принципе, не важно. Да, другого эсминца мы с вами сегодня попробовать не можем. Можем испытать Паоло и Милия, но Паоло это несколько другой корабль. Он все-таки... Он все-таки немножко про другое. Там и дымогенератор будет перезаряжаться дольше, ну и всякое такое. Там есть свои, с одной стороны, интересные, с другой стороны, не подходящие на 100% к общей итальянской ветке моменты. Действительно, я бы сказал, что Паоло не является и не будет являться на 100% представителем ветки Италии. То есть, ну да, он в ветке, но он не совсем будет похож на эти вот кораблики. Теперь давайте с вами посмотрим на артиллерию при стрельбе по крупным кораблям противника, в данном случае линкором. Ну, как видите, каких-то особенных преимуществ преимуществ пока что не замечаем мы при стрельбе по крупному кораблю. Нету какой-то там супердамаги, но кое-что выбивает урон. И при попадании в надстройку, если нам удастся это сделать, это касается любого итальянского эсминца, любого уровня, мы будем с вами, да, доставать из них урон, но только исключительно при попадании в надстройку. И может быть оконечность. Надо, конечно, смотреть в зависимости от калибра. Что касается крейсеров, как правило, несмотря даже на то, что это эсминец, и несмотря даже на то, что там какой калибр, калибры у итальянцев будут достаточно крупные, настолько крупные, чтобы полубронебойными снарядами совершенно пробивать оконечности борта крейсеров. И в этом видео, опять же, мы с вами увидим, как итальянец дает урон по вражескому Сент-Луису, видите, проходит урон, весьма внушительный, я бы сказал, то есть, нету сквозняков, нету чего-либо, да, там Сент-Луис погибает, в Сент-Луис точнее, но, тем не менее, никаких проблем с пробитием крейсеров нет, их и не будет, этих проблем. С крейсерами итальянские эсминчики будут перестреливаться без проблем. Но если с полубубэшками в этом плане все понятно, никто не запрещает вам использовать здесь фугасы, фугасы есть, и если вам нужно будет, допустим, после торпедного попадания поджечь корабль противника из дымов или с открытой воды, вы с успехом можете это сделать, никто вам в этом плане не запрещает этого. Что касается торпед, традиционно для Италии они медленные, и если вот на этом уровне у нас получается их более-менее реализовывать, как видите, уже есть кое-какие торпеды зашедшие, вот сейчас тоже они зайдут, то на хай-левеле, конечно, медленные торпеды так просто реализовать не получится. Но в качестве бонуса можно сказать, что у итальянцев они достаточно незаметные, и это позволит вам наносить, ну, может быть, издалека не очень ожидаемые торпедные атаки, а у них еще будет неплохая дальность. Ну, а в ближнем бою уж за счет динамики, скорости и фирменного итальянского вываливания из дымов на линкоры там уж увернуться будет все-таки достаточно сложно. Давайте посмотрим на бой. В принципе, пока что идет такая более-менее равная борьба, но очевидно, что зеленые побеждают, и нашему с вами турбине, итальянцу хочется получить еще немножко вкусного мясца. Это два эсминца и два линкора, в принципе, которые не являются большой проблемой для него. Мы с вами уже видели, что итальянец наносит очень мощный урон, когда стреляет полубронебойными снарядами. По эсминцу там, ну, просто дикая дамага вылетает, несмотря на маленький калибр. И безусловно, пожалуй, ни один из эсминцев этого уровня, кроме разве что советов, не сможет потягаться с этим итальянцем в плане стрельбы, в плане перестрелки. Советы, я думаю, смогут, но, скорее, наверное, за счет скорострельности. Может быть, смог бы Клемсон, но у Клемсона, знаете, проблемка, в дымах-то, как видите, нет возможности обнаружить нашу с вами турбину. Ну и сейчас наш герой отправляется обратно на точку спавна, где планирует встретить других эсминцев. Что касается динамики и скорости, вот без боевого форсажа конкретно вот эта вот четверка, она дает не очень высокую скорость, по-моему, 37 узлов, если я хорошо вижу. Да, около 37 узлов, что, в принципе, конечно, не является супер какой-то историей, с учетом того, что здесь работает, как видите, ускорение от перка командира. Но вам обязательно нужно будет брать этот перк. Вообще, что касается перков, у итальянцев свой, свой особенный настрой, своя мелодия. Вам понадобится достаточно специфический набор командира. Во-первых, это очень желательно иметь обнаружение. Даже я бы сказал, что обнаружение возможно более нужно вам будет чем незаметность, чем инвиз. Это пеленг, он же. Вам нужен будет вот этот перк на форсаж незаметности. Казалось бы, да, черт возьми, эсминец-то достаточно артиллерийский, зачем это брать? Но дело в том, что частенько мы прогуливаемся в дымах, а при пикировке на вражеские корабли, безусловно, вам этот навык пригодится. И здесь, внимание, опасный момент, еще один аккуратненько проходит наша турбина и не умудряется попасть на торпеды. Я прям не верю своим глазам. Ну что ж, друзья, у противника остается два эсминца и линкоры. Тут, конечно, уже понятное дело, что преимущество максимальное, нужно пикировать. И сейчас мы с вами посмотрим, как итальянский эсминец пикирует из дымов по типу, как Паоло Эмилия на вражеские линкоры. Скажу сразу, есть, опять же, проблема, описанная мной, выше со скоростью торпед. Да, торпеды очень медленные, кидать их нужно, ну, прям вот под самый борт противника. Но мы имеем с вами бонус, особенно на низких уровнях, где не очень шустро поворачивают башни вражеские корабли. Мы успеем просто юркнуть под бортом, они не успеют до нас довернуть. Итак, опасный момент. Дымовая завеса позволяет нам полностью скрыться из вида для противника. На ваших экранах разворачивается серьезная битва. Нападающий сборной Италии в турбине рвется к воротам противника. Первый торпедный веер проходит мимо немецкого игрока, но вторые торпеды врезаются в борт линкора. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы вывести его из строя. И вот на горизонте внезапно обнаруживается неосторожный эсминец. Нужно скорее сделать залп в его сторону. Это отличная возможность. Делаем залп. Еще один. Внимание. И это гол. Это гол, друзья. Поздравляем с Кракеном. Так господи, кто там опять включил телевизор с итальянским футболом. Друзья, мы с вами в этом видосе смогли понять, я надеюсь, что итальянские эсминцы выглядят действительно любопытными. У них есть свои фишечки, есть свои возможности для применения. Они, безусловно, не выглядят им бой, потому что понятное дело, что здесь был бой с тройками, четверками, но тем не менее мы с вами рассмотрели, я уверен, возможность для их применения даже на более крупных уровнях. А на этом я закончу. Чао, отутти, мои друзья, с вами был Турямбыч, до новых встреч, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Пока-пока.